Всем привет! Сегодня будет тоже интересное видео. Все пчеловоды интересуются, как остановить рой. И мы прочитаем одну статейку из журнала 1963 года, номер 7. Как пчеловоды останавливают раи, чтобы он не улетел. Итак, выслушаем. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии. Всегда рад вашим вопросам. Ну, не забывайте сказать спасибо. Пчелы и звук. Как остановить рой? При просмотре старых дореволюционных журналов невольно обращают на себя внимание сообщения о том, что для осаждения летящих раев пчеловоды стучали в медные тазы. Можно ли звуком осадить рой? Такой вопрос задает молодой пчеловод из Воронежской области. Ну, в то время, 60 лет назад. Да, можно. В подтверждение этого помещаем две заметки из редакционной почты. Первая заметка. Летом 1949 года пчелы сильно роились, и над селом часто пролетали раи, пишет один пчеловод села Рогачевка, Новоусманского района Воронежской области. Однажды я налаживал косу, косу, которая косят траву. Вдруг сосед крикнул, «Рой летит!» Действительно, рой летел быстро и выше крыш домов. Я посмотрел на него и с досадой ударил молотком по косе. Рой сразу же остановил полет и стал толкаться на месте, подобно мошкаре на вечерней заре. Я стал сильнее стучать по самой косе, отчего получался резкий металлический звук. Рой быстро пошел вниз и стал садиться на козу. Коза. Я быстро перерезал косой веревку, коза убежала, и рой привился прямо на меня. С тех пор я постоянно пользуюсь таким способом для осаживания роев. Вторая заметочка. «Пчелы боятся грома, так как он предвещает дождь». В 1956 году на моей пасеке вдруг отошел рой, пишет один пчеловод, и стал подниматься в воздух. Я быстро сорвал пучок травы и стал брызать на него водой из ведра. Но рой поднялся еще выше. Тогда я стал бросать в него песок. Однако рой продолжал полет. После этого я быстро забежал в палатку, взял ружье и дважды выстрелил. Рой тут же сел на землю. Я поднес к нему ящик с четырьмя рамками суши, и он спокойно вошел в него. Ниже пишется подобное сообщение о посаживании роев ружейным выстрелом, полученный и перечисляется «Крылова» – город Монтурово, Костромская область, «Жариково» – город Ефремов, Тульская область. Итак, друзья, вот такая информация. Если у вас что-то подобное есть, пожалуйста, пишите в комментариях или имейте опыт, делитесь. Всегда рады послушать вашу информацию. И еще продолжается тема интересная «Зола против муравьев». Небольшая статейка. Кому из пчеловода, особенно лесных местностей, не приходилось иметь дело с муравьями, чтобы преградить им путь ульи. Площадки под ними я посыпал песком, солью, ульевые колочки, смазывал клейкими веществами. Ничего не помогало. Однажды я случайно заметил, что муравьи обходят свежую золу. Это натолкнуло нам мысль насыпать ее вокруг ульев. Опыт удался. Как только муравьи, торопившись по проторенной дороге в ульи, доходили до барьера из золы, они немедленно останавливались, а потом метались из стороны в сторону, очевидно, в поисках свободного пути. И в конце концов, ни с чем возвращались в свои гнезда. Следует иметь в виду, что отпугивающие свойства обладает только свежая зола. Поэтому под улью ее надо периодически подсыпать или заменять. Итак, друзья, еще есть у меня интересная информация. Именно сейчас приближается весна, февраль, пчеловоды заинтересованы в свежей ващинки, в свежих сотах, как их строили в свое время, в старое время. Я думаю, вам это вопросы тоже понравятся. Вопрос. Сразу же после выставки пчел я поставил в середину гнезда по одной рамке с искусственной вощиной. Пчелы отстроили эту вощину коричневым воском. Никакого взятка в это время не было. Откуда пчелы брали воск для отстройки вощины? Хочу добавить, что воск приобретает свой коричневый цвет только в связи с загрязнением. А вообще любой воск он имеет белый цвет. Ответ. Свежевыделенный воск совершенно белого цвета. Поэтому ясно, что пчелы отстроили искусственную вощину за счет имевшего в гнезде готового воска. Выделять свежий воск при отсутствии взятка пчелы не могут. По остановке и рамке с искусственной вощиной вы образовали пустое пространство в середине гнезда. И этим сильно нарушили его компактность. Это вынудило пчел отстроить сот необычное для строительства время. Вопрос. Пчелы на строительных рамках всегда строят сот и с трутневыми ячейками. Как же развивается семья в диком состоянии? Ведь ей искусственную вощину никто не поставляет. Тем не менее, сот ее гнезда состоят в основном из пчелиных ячеек и лишь частично из трутневых. Ответ. В естественных условиях пчелы отстраивают свое гнездо сразу после прилета роя в новое дупло. Рои же всегда строят соты с пчелиными ячейками. То есть, рои всегда строят с пчелиными ячейками, потому что в первый период им не нужны эти самые трутни. Лишь последующий год, то есть, на второй год, когда семья вырастет, ей станет тесно, внизу гнезда, пчелы начнут строить новые, преимущественно трутневые соты. Поэтому, если у вас раи, то всегда с радостью давайте им строить соты, и все, что полоски, они всегда оттянут вам пчелиные соты. Даже если вы поставите начатки ващины, они потянут пчелиные соты. В дуплах пчелы обычно выводят много трудней, гораздо больше, чем в рамочных ульях. Главное значение искусственной овощины заключается в том, что она позволяет получать соты в основном из пчелиных ячеек. То есть, это будут ячейки натуральные, если вы поставите полоску туда, и снизу будут отстроены пчелиные, они немножко меньше, но они создают правильное развитие семьи. Вопрос. Полезно ли давать отводкам с неплодными матками соты с открытым расплодом? У меня есть видео семья донор на эту тему, где я показывал и рассказывал, а это подтверждение 60-летней давности. Что здесь говорят? Ответ да, полезно. Молодые пчелы охотно вскармливают расплод и отводок быстро усиливаются. Постановка одной-двух рамок с открытым расплодом не только не препятствует спариванию матки, а наоборот ускоряет выход матки. Наличие открытого расплода исключает также возможность слета пчел вслед за маткой при ее брачном вылете. В случае закладки маточников при наличии неплодной матки на подставленной рамке, о которой вы пишете, связана видимо с каким-либо дефектом, а может быть и потерей молодой матки в отводке. И еще одна статейка, тоже весьма интересная, связана так же с раями. С раями мы начали, раями заканчиваем. Это не статейка, вопрос-ответ небольшой. Выслушаем. Вопрос. Чтобы сменить старую матку, вышедшую с роем, я ее отобрал, просея пчел через разделительную решетку. Рою гнездо дал во клеточке плодную матку, полученную из питомника. Однако на другой день утром почти весь рой слетел. Почему он слетел? Трудно сказать, по какой причине слетел рой. Возможно, при посадке роя и пропускании его через разделительную решетку, вы сильно и много раз его подкуривали. Это могло вспугнуть роевых пчел. При работе с роями дым вообще применять не следует. Надо было сажать рой через сходни, выловить матку, не применяя дыма. Рои также слетают из ульев, поставленных на солнцепеки или имеющих какой-либо неприятный для пчел запах. Возможно, что известную роль сыграло и отсутствие рой своей матки. Надо было бы на первое время обоих маток посадить в гнездо клеточку, а затем через сутки ненужную убрать. Известный пчеловод Буткевич при объединении раев рекомендовал помещать в улей всех маток объединяемых раев, а только через одни-двое суток лишних маток удалять, а оставляемую выпускать. То есть, вот такой ответ. Рой, конечно, я думаю, этот человек поймал на своей пасеке. Пчелы, естественно, помнят свое гнездо, и они знают прекрасно запах своей матки. И, по-видимому, часть пчел все-таки он описывает осталась, и они все-таки приняли новую матку. А часть пчел все-таки, по-видимому, вернулась назад в свое гнездо. Если бы рой был, и, как говорится, остальное, все, что здесь написано, также играет большую роль. Иногда в новые рекомендуют в старые улья сажать раи. Иначе произойдет новая улья почему-то имеет отпугивающее свойство. Я имел практику, сыпал рой, раз нету, улетел, слетел. Даже ставишь разделительную решетку под первый корпус, все равно какая-то матка молодая умудряется пролезть, потому что молодые матки, если есть, вы старую вовремя забрали, чтобы родни слетело. Они уже полетели с многими молодыми матками. Все равно уходят по каким-то причинам, им не нравится. поэтому желательно иметь старые улья, старые бывшие употребления, как говорится, корпуса и туда сыпать и ставить желательно на такие места, где хорошо есть места еще, которые знаете, любимые пчелами, а есть места нелюбимые. Это я тоже находил такую интересную тему и на своей практике убедился. Итак, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, кликайте на следующее видео и вы можете посмотреть подобную информацию на моем канале. До свидания.